Добрый вечер! В эфире информационная программа «День». Первый блок информации об участии Украины в событиях внешнеполитического характера. По случаю подписания Украино-Румынского договора президента Украины Леонида Кучму поздравил президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон. В тексте приветствия подчеркивается важность нерушимости существующих границ и защиты прав национальных меньшинств. Договор, по мнению президента США, вносит значительный вклад в строительство неделимой Европы, основанный на общих ценностях демократии. Состоялась встреча посла Украины Александра Слипченко с государственным секретарем по иностранным делам Швейцарии, который дал высокую оценку активной внешнеполитической деятельности Украины, последовательным шагам ее руководства, направленным на интеграцию в европейские структуры. В Сараево состоялось пленарное заседание министров иностранных дел государств, членов Центральной Европейской Инициативы, в котором приняла участие украинская делегация во главе с министром иностранных дел Геннадием Удовенко. В своем выступлении он отметил, что первый год сотрудничества Украины с этой международной организацией был весьма плодотворным. Не менее интересными являются события культурной жизни, представляющие нашу страну в европейских государствах. В Будапеште открылся Центр образования и культуры в Венгрии. Первое мероприятие – презентация украинско-венгерского сборника поэзии «Леси украинки. Семь струн». Выходом в Европу отметил 101-ю годовщину своего существования Черниговский исторический музей имени Василия Тарновского. Из Чернигова на выставку «Золотые ворота Польши», посвященную тысячелетию Гданьска, направлены три уникальных экспоната – «Евангелие в серебряном окладе», «Серебряный портир» и «Кубок». Наиболее актуальным среди декретов внутри политического характера, на наш взгляд, является постановление Верховной Рады Украины об увеличении минимального размера пенсии по возрасту до 70,9 гривен и о событиях в Южном. Мы часто и подробно информируем о событиях в образовании нашего города. Приятно отметить и то, что в областной прессе достаточно регулярно появляются материалы, посвященные школам нашего города. В Одесских известиях за 10 июня в статье «Южный. Заявка на приоритет» дается высокая оценка тем инициативам, которые осуществляются на практике в школах города. Особенно отметил автор статьи Черкасов заслуги члена корреспондента Академии наук Украины, директор авторской школы комплекса номер 3 Николая Петровича Гузика и новый метод непрерывного образования от детского сада до получения диплома вуза, который внедряется в его школе. Как говорится в статье, мэрия Южного с полным правом сделала серьезную заявку на приоритетную работу в Международном Черноморском клубе. И учитывая то, что в наших педагогических технологиях сегодня заинтересованы и власти других зарубежных портовых городов при Черноморье, заявка эта станет предметом самого пристального внимания. В дополнение к информации о колледже при средней школе номер 3 сообщаем о времени проведения собеседования с абитуриентами, выпускниками девятых классов школ нашего города. Собеседование состоится 17 июня в 10 часов утра в средней школе номер 3. Поступающие на отделение «Право и социальная работа» проходят собеседование по предметам. «История Украины», «Английский язык», «Русский либо украинский язык по выбору». По специальности «Экономика», «География», «Английский язык», «Русский либо украинский язык по выбору». По специальности «Компьютерные технологии», «Физика», «Английский язык», «Русский либо украинский язык по выбору». Абитуриентам необходимо подать заявление на зачисление в колледж до 14 июня. Следующее сообщение о работах на АТС. Мы обратились с вопросом о том, как продвигаются работы по монтажу оборудования к директору телефонной станции Малюкову. По словам директора, работы пока вестись не могут, так как необходимо перепроектировать здания под АТС. Работы по перепроектированию ведутся в Киеве, в НИИ градостроительства и Гипросвязи. После того, когда перепроектирование будет завершено и утверждено, следующий этап – реконструкция здания, и только после этого – монтаж оборудования. Так что сроки введения в эксплуатацию зависят сейчас не от служб Южного, и потому прогнозировать их сложно. Ни для кого не секрет, что мы живем в сложный период не только с точки зрения экономики, но и состояния экологии. Промышленность, земные и космические катастрофы разрушают экологию нашей планеты. Но есть процессы, на которые мы влиять не можем, и есть те, которые создаем мы сами. К числу последних с полной уверенностью можно отнести исчезновение редких видов флоры и фауны, которые происходят в результате варварских действий человека, в том числе в результате браконьерства. Несмотря на то, что до 1 июля улов рыбы запрещен, практически большая половина сычавского ставка усеяна рыболовными сетями. Рыбыки не стесняются высыпать в сети даже среди белого дня. Хотя, можно сказать, без преувеличения, улов рыбы запретным путем ведется круглосуточно. На замечания со стороны браконьеры отвечают грубостью. Видно, без вмешательства рыбнадзора, штрафов и других мер проблему не решить. Вопрос по весь воздухе. Коминтерновскому рыбнадзору до сычавского ставка и дела нет, а южненские службы не имеют юридического права торгаться на чужую территорию. Довольно продолжительное время перед городом Южный стоит проблема городских территорий. Она сыграла свою роль и в плане сложности создания свободной экономической зоны в нашем регионе, и в плане привлечения инвестиций иностранных инвесторов, задерживает развитие городской инфраструктуры, развитие объектов социально-культурного и бытового назначения. Раздробленность территории и отсутствие единого хозяина ярко сказалась на примере хотя бы вот этой же истории с железнодорожными вагонами, установленной на месте логичной станции. Территория принадлежит Коминтерновскому району, хотя и примыкает непосредственно к нашему городу, и эта ведомственная, собственническая борьба за власть, за подчиненность, привела к тому, что в течение 9 месяцев вагоны и поныне там. Слишком далеко находится Коминтерновский район от наших насущных проблем. Сегодня речь пойдет о ставке. О ставке в селе Сычавка. По плану генерального развития города, ставок – это центральная часть города, и за исключением приближной зоны – единственная зона отдыха. И вот что происходит там сегодня. Город Южный, по сути, был запроектирован и построен как поселок-спальня для двух крупнейших предприятий – Одесского припортового завода и порта Южный. И на сегодняшний день в городе не так уж много мест, где можно провести свой досуг. Одним из немногих видов отдыха для наших портовиков и химиков, для жителей села Сычавка – это была возможность посидеть с удочкой на ставке. Улов – это уже дело удачи, рыбацкого счастья, а отдых великолепный. Но и здесь вмешалась проблема территорий. Земля Коминтерновская, и поэтому полную безнаказанность в Суоле демонстрируют здесь браконьеры. К нам, в отдел охраны гружающей среды Южного госполкома, постоянно звонят жители и города Южного и села Сычавка, рассказывают о том, что на ставке хищнически уничтожаются рыбные запасы, с того, как у дыкан сетями, рыбу глушат динамитом, несмотря на запрет вылова на период нереста. Человеку с удочкой здесь делать нечего. Что ответить этим людям? Город Южный не имеет своих водных угодий, и поэтому инспекции по охране рыбных ресурсов здесь нет. А Коминтерновская рыбохрана далеко, и мерники их не принимают. Отдел охраны окружающей среды Южного госполкома не имеет в этом вопросе никаких полномочий. Но это не значит, что мы будем сидеть сложа руки. О фактах браконьерского вылова рыбы поставлено в известность Государственное управление экологической безопасности, Государственная инспекция охраны Черного моря, Одесса Рыбводхоз. Надеюсь, что Государственные службы экологической безопасности и рыбоохраны по Коминтерновскому району понесут заслуженное наказание за халатное исполнение или просто неисполнение своих обязанностей. И от имени своих коллег по Коминтерновскому району я приношу свои извинения жителям города Южного, жителям Слова-Сачавка, за нарушение одного из важнейших конституционных прав граждан бесплатно и в районной мере пользоваться природными ресурсами. Прокомментировал ситуацию главный специалист отдела экологии и защиты окружающей среды Джиджора Сергей Владимирович. Десятого июня в актовом зале третьей школы состоялся фортепианный концерт учеников школы Столярского, Лесниковой Ольги, выпускницы школы искусств при средней школе номер 3 и Бабович Елены, которые сейчас занимаются у преподавателя Балашовой Ирины Николаевны. Виртуозное исполнение классических произведений, подбор репертуара, все говорило о том, что за инструментом профессионалы. Именно профессионалы, несмотря на юный возраст, настоящие мастера. И отрадно осознавать, что такие прекрасные музыканты выращены, воспитаны в нашем городе нашими педагогами. Закончился концерт свободным музыцированием, не предусмотренным в программе. Сегодняшние ученицы школы искусств средней школы номер 3 Лена Зайцева и Аня Кострица, девочки несомненно одаренные и способные, добавили к этому празднику музыки и те произведения, которые им особенно дороги и близки. Кто знает, может быть, их имена скоро мы назовем в числе учеников школы Столярского, в числе гастролирующих пианистов, которые своим искусством прославляют наш город. 11 июня в школе искусств при средней школе номер 3 день, связанный с волнительными хлопотами и торжественными приготовлениями, причина которых первый в истории этой школы искусств — выпуск. Никто из выпускников не был обойден вниманием на этом вечере. Все получили дипломы об окончании школы искусств по специальности фортепиано, выпустили своих учеников Бейзом Людмила Ивановна, Баженова Ирина Александровна, Хальчева Елизавета Исидоровна. По специальности изобразительное искусство преподаватель Деминишина Лариса Семеновна. Прозвучали на вечере поздравления и пожелания преподавателей, слова благодарности выпускников, много было и трогательных, и веселых минут, и, конечно же, звуков музыки и доброго света нарисованных ребятами картин. Воскресенье, 15 июня в 19.00 на большой сцене ДК «Дружба» состоится презентация детского хореографического коллектива «Чудо Сия» руководитель Кирноза Оксана. Коллектив существует с июля прошлого года. За год ребята многому научились. Коллектив исполняет и народные, и эстрадные танцы. Ко дню презентации подготовлена интересная программа. Сейчас идут последние репетиции, оттачиваются детали выступлений. Конечно, много волнений и у юных танцоров, и у руководителя, но много будет и приятных минут. Удачи дебютантам, и до встречи в воскресенье вечера. Продолжают свою работу пансионаты при школах города. 11 июня в средней школе номер 2 для ребят, отдыхающих в пансионате, устроили настоящий рыцарский турнир, где юные рыцари смогли помериться с силами и в физических соревнованиях, и эстафетах, и в области изящных манер и обращений с дамами. Наша информационная программа на сегодня закончена. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До встречи в пятницу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok